Событие непостижимое, необъяснимое для людей, сомневающихся во всем сверхъестественном, и невероятное, но ведь оно подтверждается свидетельством трех лиц. Если бы видение представилось только одной матери моей, то, пожалуй, можно было бы назвать его следствием расстроенного воображения женщины, больной и огорченной, которой все помышления сосредоточены были на понесенной ею потере. Здесь, напротив, являются еще две сторонние женщины, не имевшие подобного настроения, находившиеся в двух разных комнатах, но видевшие и слышавшие одно и то же. Смиримся перед явлениями духовного мира, пока недоступными исследованиями ума человеческого и, по-видимому, совершенно противными законам природы, нам известным. А разве мы вполне их постигли? Следующий рассказ сообщен мисс Бляк из Манвилл Гарденса в Эдинбурге, которая записала его со слов одной из старинной, глубоко уважаемой ею приятельницы, очень почтенной старушки, бывшей очевидецы странного происшествия. В 1839 году, или 40-м, когда я еще была молодой женщиной, брат мой, для поправления здоровья жены, нанял дом на юге Шотландии. Вскоре по переезде их туда, двое из детей заболели корью, и брат написал мне, приглашая приехать помочь им в уходе за больными детьми. Он нанял дом через агента и ничего не знал о его предыдущих обитателях. В день моего приезда мы засиделись довольно поздно, было уже около полуночи, когда мы разошлись. Хотя я очень утомленный, поспешила лечь в постель, но, беспокоясь о детях, долго не могла уснуть. Так прошло приблизительно около часа. Я лежала с открытыми глазами, когда мое внимание обратилось на мерцание света, подымавшегося как будто снизу по лестнице. Предполагаю, что это может быть няня, идущая сказать мне что-нибудь о детях. Я села на постель и стала прислушиваться. Свет остановился у моей двери, ручка которой тихо повернулась. И на пороге показалась очень странная фигура. Маленький старичок с одним плечом выше другого, с огромной головой, покрытой торчащими волосами, с проседью. Вошел в комнату, крадущись и хромая. В одной руке у него был подсвечник из зеленой меди, очень оригинальной формы. Не звенув ни разу в сторону моей кровати, он прямо направился в угол комнаты, примыкавшей к моему изголовью. Издвинув панель, с места начал считать золотые монеты, лежавшие кучками в открывшемся углублении, бормоча что-то про себя и покачивая головою. Я не особенно испугалась, была только очень поражена неожиданностью этого появления. И все время наблюдала за ним, пока часы не пробили два. Тогда он задвинул панель, запахнул свой старый шлафрок и медленно захромал, направляясь к двери. Я соскосила с постели и последовала за ним, но не могла заговорить, как собиралась, так как язык мой точно прилип в гортани. Все что-то бормоча, старик пошел вниз, я за ним. И вдруг на половине лестницы он мгновенно исчез из моих глаз. А мне попалась навстречу помощница няне, бледная, видимо взволнованная и спешившая наверх. «Видели ли вы кого-нибудь на лестнице? Джен?» – спросила я. Она ответила отрицательно. Ее послали ко мне сказать, что с одним из детей делались конвульсии. На другой день ребенок умер, а я переменилась в спальню и ни разу не спала более в той комнате. Вечером после похорона я рассказала брату о странном явлении, и мы оба решили, что это был очень замечательный в своей живости сон. Я прожила у брата несколько недель. «Однажды деревенский доктор Абеды у нас рассказал, что дом, нами занимаемый, слывет в окрестности неблагополучным, что в нем будто бы ходит покойный его хозяин и стережет свое сокровище. Его все знали за большого скупца», – прибавил доктор. И на наши вопросы о его наружности я описал его кривобойким и очень сходным с виденным мной таинственной личностью. Брат прожил в этом доме недолго, а несколько лет спустя случайно прочитал в газетах, что во время переделок в доме, начатых новым владельцем, рабочие нашли в одной комнате подвижную на шарнирах панель. И в углублении кучу золота в монетах. А что еще страннее, в газете упоминалось, что вместе с золотом нашелся старинный подсвечник из зеленой меди, похожий по описанию на тот, который я видела в руках привидения. Черная дама Извлекаем из мемуаров графа Ностица, бывшего долгое время генерал-адъютантом императора Николая I. Рассказы о призраке, именуемом Черная дама, появляющемся уже более ста лет во дворцах Дармштадта и Мюнхена. Великому герцогу Гессенскому Людвику I дежурный адъютант доложил однажды, что в прошлую ночь часовые объявили начальнику дворцового караула в своем решении лучше быть расстрелянными, чем еще раз ощутиться лицом к лицу с ужасным призраком черной женщины, который в полность прошел мимо них на маленький двор, куда выходит дворцовая капелла. Вместе с тем адъютант доложил, что один молодой гренадер хочет просить милостивого позволения герцога встать в следующую ночь на дежурство у капелла, чтобы отбить у призрака, так напугавшего его товарищей, охоту к дальнейшим появлениям. Великий герцог охотно дал свое разрешение на просьбу бравого солдата, приказав ему после троекратного оклика стрелять в подозрительное видение, если оно не обратит внимание на оклик. Сам же герцог пригласил к себе своих приближенных, и незава до полуновь вместе с ними, в сопровождении лакеев, несших факелла, отправился в капеллу. Часы не успели пробить полночь, когда с соседнего двора раздались три оклика, и за ними последовал выстрел. Герцог, сопровождаемый приближенными лакеями, поспешил из капеллы и во дворе увидел распростерта молодого гренадера, не раненого, но мертвого. Возле него лежало ружье с оторванным от приклада стволом. Король Баварский Людик первый имел обыкновение проводить лето со своей супругой, королевой Терезой, в замке близ Ашафенбурга, обыкновенное которого король придерживался и после того, как стал частным человеком. В 54-м году в Мюнхене свирепсовала холера, и из-за опасения за супругу король уехал в Ашафенбург, где частым его гостем был великий герцог Людвиг III Гессенц Дармштадский. Весело разговаривая, сидели их величество за чайным столом в обществе великого герцога, их зяти, и гоф-маршала, барона де Ларош Дюжарис. Как вдруг почти одновременно все трое мужчин, побледнев, остановили взоры на королеве, за стулом которой они увидели закутанную в черное одеяние фигуру, которая медленно скрылась в дверях, вешавшись в комнату дежурного гоф-фурьера. Мучим и необъяснимым предчувствием герцог встал из-за стола и поспешил вслед за скрывшейся фигурой в соседнюю комнату, где и набросился на бывшего там гоф-фурьера с гневным выговором. Как вы можете впускать к их величествам без доклада постороннюю даму? Гоф-фурьер с изумлением отвечал. Ваше величество, я уже три часа на дежурстве, и во все это время ни один человек не входил и не выходил из комнаты. Но та дама, которая только что пошла сюда из зала... Взволнованно допытывался герцог. Здесь не было никакой дамы, уверенно повторил гоф-фурьер. Еле преодолев свое смущение, герцог вернулся к обществу. Отчего ты так поспешно вышел? Спросила своего зятя королева, от которой не укрылась происшедшая в его лице перемена. Герцогу ничего не оставалось, как рассказать ей о загадочном происшествии. Королева в ужасе скатила со своего стула и воскликнула. Это касается меня. Несколько месяцев спустя двор переехал из Ашафенбурга в Мюнхен, где эпидемия уже прекратилась. Но королева Тереза заболела и сделалась ее жертвою. Единственной из всего королевского дома. В последних числах марта 1864 года дежурный офицер Королевской Лепгвардии делал ночной обход по коридорам Мюнхенской резиденции, приблизившись к узкому боковому ходу, бежевшему на половину придворных дам королеву Марии, в то время как колокол старой дворцовой капеллы бил полночь. Он увидел одетую в черную даму, которая, миновав главную лестницу, направилась к белому залу, соединенному несколькими ступеньками со старой капеллой. Офицер, полагая, что дама возвращалась от графини Дюммулен или от баронессы Редвис и заблудилась, вежливо сказал ей, указывая на парадную лестницу, «Вот сюда вам ближе к выходу, сударыня». Не обращая на эти слова ни малейшего внимания, дама продолжала идти по прежнему направлению. Офицер, заподозрив в этом что-то неладное, ускорил шаги и увидел черную фигуру уже на маленькой лестнице по ту сторону белого зала. «Задержать ее!» — крикнул он стоявшему у дверей капеллы караулу и сбежал с маленькой лестницы. На его вопрос, куда направилась дама в черном, только что спустившая ее из лестницы, солдаты доложили, что мимо них никто не проходил. Весть о явлении черной дамы разнеслась по Мюнхену и служила темой самых оживленных толков. Никто не знал, к чему предписать это вторичное появление призрака, предвещавшего несчастье королевскому дому, так как все члены королевской фамилии пользовались превосходным здоровьем. Но 9 марта Мюнхен облетела страшная весть. Король Максимилиан II, одеваясь для обычной прогулки верхом, опасно заболел. И на другой день государственный герольт возвещал жителям столицы о восшествии на престол Людвига II. Король скончался. Видение Софии Александровны Аксаковой Ниже следующий рассказ относится ко времени первого замужества моей покойной жены, сообщает Аксаков. «И был написан ею по моей просьбе в 1872 году. Воспроизвожу его здесь дословно по ее рукописи. Когда в 1373 году, будучи в Бернии, мы познакомились с профессором Перти, который, как известно, специально изучал подобные явления, он очень заинтересовался этим рассказом, получив его от жены в немецком переводе. Тут же помещено «Мое». Столь же, кажется, довольно подходящее объяснение для таинственной пергаментного свертка. Этот рассказ появился потом и на английском языке. Это было в мае 1855 года. Мне было 19 лет. Я не имел тогда никакого понятия о спиритизме. Даже этого слова никогда не слыхала. Воспитанная в правилах греческой православной церкви, я не знал о никаких предрассудках и никогда не была склонна к мистицизму или мечтательности. Мы же тогда в городе Романове, Борисоглебске, Ярославской губернии. Заловка моя теперь вдова по второму браку, полковница Варвара Ивановна Тихонова, а в то время бывшая замужем за доктором Зенгиреевым, жила с мужем своим в городе Раненбурге, Рязанской губернии, где он служил. По случаю весенного половодия всякая корреспонденция была сильно затруднена, и мы долгое время не получали писем о заловке моей, что, однако же, немало не тревожило нас, так как было отнесено к вышеозначенной причине. Вечером с 12 на 13 число мая я помолилась Богу, простилась с девочкой своей, ей было тогда около полутора от роду, и кроватка ее стояла в моей комнате, в четырех оршинах расстояния от моей кровати, так что я и ночью могла видеть ее. Легла в постель и стала читать какую-то книгу. Читая, я слышала, как стены часы в зале пробили 12 часов. Я положила книгу, настоявшую около меня ночной шкафик, и, опершись на левый локоть, приподнялась несколько, чтобы потушить свечу. В эту минуту я ясно услыхала, как отворилась дверь в прихожей, в залу, и кто-то мужскими шагами зашел в нее. Это было до такой степени ясно и отчетливо, что я пожалела, что успела погасить свечу, уверенная в том, что вошедший был никто иной, как коммердинер моего мужа, идущий, вероятно, доложить ему, что прислали за ним от какого-нибудь больного, как случалось весьма часто, по занимаемой им тогда должности уездного врача. Меня несколько удивило только то обстоятельство, что шел именно коммердинер, а не моя горничная девушка, которой это было поручено в подобных случаях. Таким образом, облокотившись, я слушал о приближении шагов, не скорых, а медленных, к удивлению моему, и когда они, наконец, уже были слышны в гостиной, находившейся рядом с моей спальней, с постоянными, отворенными в нее на ночь дверями, и не останавливались. Я кликнула. Николай, имя коммердинера, что нужно? Ответа не последовало, шаги продолжали приближаться, и уже были совершенно близко от меня, вплоть за стеклянными ширмами, стоявшими за моей кроватью. Тут уже в каком-то странном смущении я откинулась навзничь на подушке. Перед моими глазами приходился стоявший в переднем углу комнаты образной киот с горящей перед ним лампадой. Когда умышленно настолько ярко, чтобы света этого было достаточно для кормилицы, всегда, когда ей приходилось кормить и пеленать ребенка, кормилица спала в моей же комнате за ширмами, которым лежа я приходилась головою. При таком лампадном свете я могла ясно различить, когда входивший поравнялся с моей кроватью по левую сторону от меня, что то был именно зять мой, Зингирев, но в совершенно необычайном для меня виде, с длинной черной, как бы монашеской рясей, с длинными до плеч волосами, и с большой окладистой бородой, каковых он никогда не носил, пока я знала его. Я хотела закрыть глаза, но уже не могла, чувствуя, что все тело мое совершенно оцепенело. Я невластно была сделать ни малейшего движения, но даже голосом позвать к себе на помощь. Только слух, зрение и понимание всего вокруг меня происходившего сохранялись во мне вполне и сознательно. До такой степени, что на другой день я дословно рассказывал, сколько именно раз кормили и совставало к ребенку, в какие часы, когда только кормила его, а когда и перенала и прочее. Такое состояние мое длилось от 12 часов до 3 часов ночи. И вот что произошло в это время. Вошедший подошел вплоть к моей кровати, стал боком, повернувшись лицом ко мне по левую мою сторону, и, положив свою левую руку совершенно мертвенно холодную, плашмя на мой рот, слух сказал, «Целуй мою руку». Не будучи в состоянии ничем физически высвободиться из-под этого влияния, я мысленно, с силой и волей противилась слышанному мною велению. Как бы провиди намерение мое, он крепче нажал лежавшую руку мне на губы, и громче, повелительнее повторил, «Целую эту руку». И я со своей стороны опять мысленно еще сильнее воспротивилась повторенному приказу. Тогда в третий раз еще с большей силой повторились те же движения и те же слова. Я почувствовал, что задыхаюсь от тяжести и холода, налегавшей на мне руки, но поддать все велению все-таки не хотела и не могла. В это время кормилица в первый раз встала к ребенку, и я надеялась, что она почему-нибудь подойдет ко мне и увидит, что делается со мною. Но ожидания мои не сбылись. Она только слегка покачала девушку, не вынимая ее даже из кроватки, и почти тот час же опять легла на свое место и заснула. Таким образом, не видя себе помощи и думая почему-то, что умираю, что то, что делается со мной, есть не что иное, как внезапная смерть. Я мысленно хотела прочесть молитву Господню, Отче наш. Только что мелькнула у меня эта мысль, как стоявший подле меня снял свою руку с моих губ и опять вслух сказал, «Ты не хочешь целовать мою руку? Так вот, что ожидает тебя!» И с этими словами положил правой рукой своей на ночной шкафчик совершенно подле меня длинный пергаментный сверсток, величиной в обыкновенный лист пищи и бумаги, свернутый в трубку. И когда он отнял руку свою от положенного сверстка, ясно слышала я шелест, раздавшегося на половину толстого пергаментного листа, и левым глазом даже видела сбоку часть этого листа, который таким образом остался в полуразвернутом, или лучше сказать, в легко свернутом состоянии. Затем, положивший его, отвернулся от меня, сделал несколько шагов вперед, встал перед кивотом, заграждая собой от меня свет лампады, и громко и явственно стал произносить задуманную мною молитву, который и прочел всю, от начала до конца, кланяясь по временам медленным поясным поклоном, но не творя крестного знамени. Во время поклонов его лампада становилась мне видна каждый раз, а когда он выпрямлялся, то опять загораживал ее с собой от меня. Окончив молитву, одним из вышеописанных поклонов, он опять выпрямился и стал неподвижно, как бы чего-то ожидая. Мое же состояние ни в чем не изменилось, и когда я вторично мысленно пожелал прочесть молитву Богородицы, то он тотчас так же внятно и громко стал читать и ее. То же самое повторилось и в следующей задуманной молитве «Да воскреснет Бог!» Между этими двумя последними молитвами был большой промежуток времени, в которой чтение останавливалось, покуда кормилица вставала на плаще ребенка, кормила его, пеленала и в нож укладывала. Во все время чтения я ясно слышала каждый бой часов, не прерывавший этого чтения. Слышала и каждое движение кормилица и ребенка, которого страстно желала как-нибудь инстинктивно заставить поднести к себе, чтобы благословить его перед ожидаемой мной смерти и проститься с ним. Другого никакого желания в мыслях у меня не было, но и оно осталось неисполненным. Пробило три часа. Тут не знаю почему, мне пришла на память, что еще не прошло шести недель со дня Светлой Пасхи и что во всех церквах еще поется пасхальный стих «Христос в воскресе». И мне захотелось услыхать его. Как бы в ответ на это желание вдруг понеслись откуда-то издалека божественные звуки знакомой великой песни, исполняемой многочисленным полным хором в недосягаемой высоте. Звуки слышались все ближе и ближе, все полнее и звучнее, и велись в такой непостижимой, никогда до то ли мной неслыханной, неземной гармонии, что у меня замирал дух от восторга. Боярин смерти исчезла, и я была счастлива надеждой, что вот звуки эти захватят меня всю и унесут с собой в необозримое пространство. Во все время пения я ясно слышал и различал слова великого Ермоса, тщательно повторяемые за хором и стоявшим передо мною человеком. Вдруг внезапно вся комната завелась каким-то лучезарным светом, даже еще мною невиданным, и до того сильным, что в нем исчезло все. И огонь лампады, и этот, и стены комнаты, и самое видение. Свет этот сиял несколько секунд при звуках, достигших высшей оглушительной и необычайной силы. Потом начало редеть, и я могла снова различить в нем стоявшую передо мной личность, но только не всю, а начиная с головы до пояса. Она как будто сливалась со светом и мало-помалу таяла в нем по мере того, как угасал или тускнел и самый свет. Сверток, лежавший все время около меня, также был захвачен этим светом и вместе с ним исчез. С меркнувшим светом удалялись и звуки, также медленно и постепенно, как вначале приближались. Я стал чувствовать, что, начиная терять сознание и приближаясь к обмороку, который действительно наступил, сопровождаемый сильнейшими корчами и судорогами всего тела, какие только когда-либо бывали со мной в жизни. Припадок этот своей силой разбудил всех окружавших меня и, несмотря на все принятые против него меры и поданные мне пособия, длился до девяти часов утра. Тут только удалось наконец привести меня в сознание и остановить конвульсии. Трое последовавших затем суток я лежала совершенно недвижимо от крайней слабости и крайнего истощения вследствие сильного горлового кровотечения, сопровождавшего припадок. На другой день после этого странного события было получено известие о болезни Зенгирева, а спустя две недели и о кончине его, последовавшей, как потом оказалось, в ночь на 13 мая в пять часов утра. Замечательно при этом еще следующее. Когда заловка моя недель шесть после смерти мужа переехала со мной со всей своей семьей жить к нам в романов, то однажды совершенно случайно в разговоре с другим лицом в моем присутствии она упомянула о том замечательном факте, что покойного Зенгирева хоронили с длинными по плечи волосами и с большой окладистой бородой, успевшими отрасти во время его болезни. Упомянула также и о странной фантазии распоряжавшихся погребением, чего она не была в силах делать сама. Не придумавших ничего приличнее, как положить покойного в гроб в длинном, черном, суконном одеянии вроде сауна, нарочно заказанном ими для этого. Характер покойного Зенгирева был странный. Он был очень скрытен, малообщителен. Это был угрюмый меланхолик. Иногда же весьма редко он оживлялся, был весел, развязан. В меланхолическом настроении своем он мог два, три, даже восемь часов, десять. Просидеть на одном месте, не двигаясь, не говоря даже ни единого слова, отказываясь от всякой пищи, покуда подобное состояние само собой или по какому-нибудь случаю не прекращалось. У мани особенно выдающегося он был по убеждениям своим, быть может, в качестве врача совершенный материалист. Ни во что сверхчувственное духов, привидений и тому подобное он не верил. Но образ жизни его был весьма правильный. Отношения мои к нему были довольно натянуты вследствие того, что я всегда заступалась за одного из его детей, маленького сына, которого он с самого его рождения совершенно беспричинно постоянно преследовал. Я же при всяком случае его защищала. Это его сильно сердило и восстановляло против меня. когда за полгода до смерти своего он вместе со всем семейством своим гостил у нас в Романове, у меня вышло с ним все по тому же поводу сильные столкновения и мы расстались весьма холодно. Эти обстоятельства не лишено быть может значения для понимания рассказанного мною необыкновенного явления доказательства загробного существования накануне Рождества 24 декабря 1890 года в 6 часов по полудни сообщает господин Гладкевич я с ныне уже покоренной младшей сестрой и десятилетним братом возвратился переутомленным с похорон хоронили мы одну нашу хорошую знакомую даму пожилых лет которая провалев весьма недолго скончалась 22 числа от так называемой сахарной болезни спустя 3 часа после нашего прибытия с похорон и прихода моего родственника с женой мы сели ужинать во время которого мой отец любивший иногда пошутить спросил а что сделали бы вы если бы вдруг между нами появилась умершая Елена Константиновна ну что ответил я пригласил бы сесть возле себя и расспросил как она чувствует себя после смерти и как вообще в том мире живется сам я в то время сомневался в загробной жизни сестра же моя бывшая на похоронах и видевшая в гробу покойницу которая своим ростом и видом произвела на нее неприятное впечатление запротестовала всем своим красноречием потребовала прекратить столь неприятный для них всех разговор на ночь что конечно и было исполнено ужин к удовольствию всех присутствовавших прошел при веселом и единодушном настроении после ужина около одиннадцати часов отец мать сестры и брат разошлись по комнатам а я с родственником остался сидеть за столом продолжая наш разговор который в конце концов принял характер упрека по моему адресу за то что я не приобрел ему билетов в оперу где он рассчитывал как любитель музыки провести приятно праздничное время и послушать лучшие оперные силы и действительно на этот раз благодаря похоронам я не позаботился о билетах а репертуар оперы был отборный и привлекательный чтобы исправить свою ошибку и удовлетворить желание родственника я углубился в размышления как бы завтра достать необходимое количество билетов на лучшие представления зная хорошо что касса будет открыта в то время когда я буду занят в момент моих соображений как приобрести билеты я вздрогнул от какого-то странного треска послышавшегося мне не то по соседству в кухне где находились мать и прислуга не то в гостиной расположенной против нас не то в моей комнате где толпились мои три сестры ведя какой-то оживленный разговор одним словом я не мог определить где и как произошел этот странный треск который вывел меня из задумчивости который был всеми услышан но для каждого в различных местах как объяснилось впоследствии мне показалось что в кухне служанка ломает щепки при этом я поднял голову и взглянул в открытые двери не освещенной гостиной где к ужасу своему увидел как по краям скатерти круглого преддиванного столика издеваются красные языки огня а секунду спустя на этом же столе среди увеличивающихся огненных языков я увидел живой бюст покойницы лицо которое показалось мне все в поту и красное глаза испуганно смотрели на меня а волосы на лбу были в беспорядке то есть она мне представилась в таком виде в каком я никогда ее не видел при жизни несмотря на то что бывали времена когда я посещал ее дом довольно часто это зрелище совсем неожиданное поразило меня настолько что я не мог промолвить ни одного слова в течение 10-15 секунд и что странно я не ощущал никакого испуга а только удивлялся и соображал думая что это такое наконец я повернулся к наклонившемуся над обеденным столом родственнику который тоже о чем-то думал и сказал ему смотри что это такое происходит над столом а так как я не пояснил где и над каким столом происходит то он стал осматривать стол за которым мы сидели и повторять ничего ничего не вижу меня это возмутило я направил я направил свой взгляд опять на видение но его уже не было не было и огненных языков понятно я сейчас же рассказал о видении всем домашним а спустя час или полтора лег спать вместо сна который был для меня необходим я почти всю ночь сломал себе голову что бы это могло быть зная отлично что я не страдаю галлюцинациями не позволил себе излишнего возгляния бахусу за ужином а в момент видения вовсе не думал о покойнице лишь только под утро я вспомнил что однажды вечером я зашел к ней как помнится мне это было летом и она пригласила меня пить чай за которым мы наедине беседовали о непонятных явлениях в мире и тому подобное а после когда разговор коснулся из-за гробного бытия человечеству она недолго думая протянула мне свою руку и сказала я уже стара а вы хотя и молоды но имеете слабое здоровье кто из нас раньше умрет тот постарается проявиться другому этим доказать действительное существование загробной жизни если оно только существует в свою очередь я пожал ей руку и обещался явиться с того мира если умру раньше чем она когда я все это вспомнил во мне затрясся весь организм я в течение нескольких дней ходил как убитый не знал что думать что делать и куда идти хотя образ видения меня не преследовал но мысль о загробном бытии доказанном умершую сделала меня равнодушным ко всему окружающему с тех пор я изменил образ жизни ребус 1897 год номер 41 гости из иного мира весной 1868 года сообщает мисс Августа Дунельс из Кастона из Бастона я провела несколько недель в доме достопочтенного мистера Кимбаля мисс Августа